Сюда попадают не на лечение, а только чтобы уменьшить страдания. Приближение конца всегда вызывает страх не за себя, а за близких. Поэтому большинство безнадежных больных стараются уберечь родственников от переживаний и поселяются в больничных стенах. Есть такая определенная категория граждан, у которых нет родственников, которые живут дома одни, которых ждет неизбежный конец. У них появляется страх. Таких больных я тоже стараюсь забрать в это отделение. В нашем штате есть врач-психотерапевт, который проводит беседы с самими пациентами, с их родственниками, который настраивает их на неизбежный, так сказать, конец. Три года назад в учреждении для неизлечимо больных пациентов выделялись лишь койки в общих палатах. В прошлом году президент страны Владимир Путин активизировал развитие и совершенствование палеоативной помощи во всех регионах. Сахалинская область – одна из первых среди дальневосточных регионов – начала работать в этом направлении. С начала года в онкологическом диспансере стало функционировать отделение палеоативной помощи. Отдельные палаты – это самый большой плюс. Плюс к тому, что пациенты располагаются, существует возможность пребывания вместе с пациентами, их родственниками. Еще один из плюсов, большой, который мы смогли здесь развить – это организация обезболивающей терапии. У нас спектр фарматических препаратов, которые мы используем, большой. Помощь оказывается вся та, которая положена. То есть лекарства, все прочее, это все здесь. И у меня, я с женой в палате, значит, ну, чисто по-человечески хорошее отношение. И большое спасибо руководству и самой онкологической больнице, и отделение, медсестрам, всем. Расширяется центр палеоативной помощи при Синегорской больнице. Два года назад здесь было 15 мест, а сегодня вдвое больше. И хотя в отделении еще идет ремонт, в палатах есть все самое необходимое. И что самое главное – за пациентами ухаживают профессионально. И в наших планах еще создать на базе вот тоже нашего палеоативного центра. Мы сейчас как раз этим занимаемся. Мы будем создавать бригаду палеоативной помощи. Будем готовить специалистов, и она будет выезжать. Выезжать будет в город Южно-Сахалинцы, в ближайшие окрестности, да, и оказывать палеоативную помощь непосредственно на месте. В настоящий момент палеоативная помощь также организована в Ахе и Паранайске. В медучреждениях этих районов есть по 10 профильных коек.